Мы с вами прочитали 13 главу. Большинство стихов мы рассмотрели. И теперь стоит перед нами вопрос. Какие полезные рекомендации мы могли бы извлечь из этой главы касательно вопросов лидерства и руководства? На мой взгляд, очень важно еще раз откомментировать, что апостол Павел не мыслит в отношении компетенций и ценностей, не компетенции, не духовные дары, что важны для христианской общины, а любовь. Апостол Павел говорил, и то, и другое. Он 12 главу завершает такими словами. Ревнуйте о дарах больших, ревнуйте, пожалуйста. Это очень важно. Но я хочу показать вам более превосходнейший путь. Когда он заканчивает 13 главу, заканчивает мысль и переходит к объяснению нюансов о даре пророчества и даре иных языков, он пишет так. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Поэтому нужно прекрасно понимать, что в библейской, богословской мысли ценности, которыми руководствуется лидер, основополагающие. Но компетенции, умения, они очень важны. Поэтому людям нужно совершенствоваться как в духовном служении, так и в профессиональном. При этом руководствуясь тем поведением, которое основано на характере Господа Бога, на его любви. Если мы посмотрим с вами на первое послание Коринфянам, как книгу, на тематический раздел этой книги с 12 по 14 главы и конкретно на 13 главу, то можно извлечь ряд интересных рекомендаций или тезисов, размышлений о лидерстве. Во-первых, лидерство ориентировано на людей. В начале 20 века произошла смена парадигмы в понимании лидерства. Эксперты признали, что настоящее эффективное лидерство зависит от желаний и воли последователей. Если последователи не соглашаются с лидером, отворачиваются от него, саботируют его руководство, тогда лидерство становится неэффективным. Глубоко заблуждаются те, что обладая полномочиями и властью, они могут быть эффективны. А вот обладая расположением людей, доверием и уважением людей, можно добиться с ними очень многого. Вот именно из такого подхода возникла современная концепция лидерства служения. И импликация применения 13 главы сложно переоценить в этом отношении. Любовь – это, во-первых, заинтересованность в людях, а не использование людей для достижения каких-то целей. Любовь – это антитеза эгоцентризма. Любовь – это любовь, забота, ответственность, уважение и знания, оказанная по отношению к другим людям. Когда апостол Павел учит о деятельной любви, он предполагает, что христиане в домостроительстве церкви должны сохранять эмоциональный баланс, чтобы гнев, гордость, эйфория, чувственное удовольствие от наличия экстраординарных способностей не стали деструктивным, разрушающимися, не мешали ясности мышления и в чистоте взаимоотношений с окружающими, были созидательны. Наоборот, владение собой, владение такими компетенциями, качествами, как уважение, дружественность, доверие, доброту, симпатию, преданность и сострадание помогает создавать атмосферу, в которой сообща можно достигнуть очень много. Конечно, когда мы говорим о бизнесе, о компаниях, о коммерческих организациях, то специалисты не уверены, что любовь имеет такое ключевое значение в мире бизнеса. Тем не менее, ряд специалистов признают, что лидер, приносящий в работу любовь, создает атмосферу доверия, усиливает творческое начало подчиненных и водошевляет, наполняет их энергией. Второй вывод, который мы могли бы сделать из этой главы, из нашего изучения. Лидерство – это личное качество, умение. Бесспорно. Лидерство – это умение, например, работать в команде. Стоит признать, что не все лидеры обладают в должной степени каким-то конкретным умением. Но все лидеры должны обладать умением, вообще-то, работать в команде. Настоящий лидер всегда готов согласиться с тем, что он не является самодостаточным, иначе он будет одиночкой. Он не может позволить себе думать, что он является самым умным. Он тогда ограничит весь свой творческий потенциал. Апостол Павел учит о том, что ради достижения общей пользы члены тела Христова должны рассматривать себя как соучастники домостроительства Христова. Домостроительства Церкви Христовой. Никто не является в теле Христовым всем в полноте. И вот настоящее лидерство, оно обусловлено сознанием потребности взаимодействия с другими. В настоящей команде, мы знаем, каждый участник подавляет собственный эгоцентризм ради интересов всей команды. Лидерство предполагает личную подготовку для служения другим. В первом послании Коринфянам, когда мы изучаем тему духовных дарах, речь идет о том, чтобы люди не только использовали дары на созидание тела Христова, но могли, как учит священное писание, вооружать святых на дело свершения. Они наделены этими дарами для того, чтобы служить другим и помогать другим развиваться. Иными словами, духовные дары даны не только для реализации вот тех способностей, которые обладает человек, но так, чтобы им наставить и помочь другим менее опытным. Вот в настоящее время в современном мире особо популярно и притягивающим является некая нацеленность на личные, личные достижения, на победу в конкуренции. Часто замалчивается необходимость подготовки лидера. И часто замалчивается необходимость для лидера готовить себе замену и обучать других. Неэффективные лидеры не заражаются успехом других и стремятся догнать и перегнать. Тех, кто с их точки зрения и так уже достиг много, могут посторониться. Вот если мы возьмем эту главу 13 в контексте учения о духовных дарах, тогда мы видим, что настоящее лидерство предполагает прежде всего служение другим на их пользу. И оказание помощи людям в том, чтобы они повышали уровень своей компетентности и развивались. Вот в этом и заключается настоящее лидерство. Служить моими талантами и помогать другим, чтобы они развивались в той сфере, в которой у них есть определенное умение или знание. Иными словами, руководитель или лидер должен руководствоваться не вопросом, что он может достичь, а вопросом, каков мой вклад в развитие и в достижение других людей. Это абсолютно интересная и, на мой взгляд, созидательная перспектива. Четвертый вывод, который напрашивается, он заключается в том, что лидерство парадоксально. Неожиданно, но реальность такова, что лидерство наиболее эффективно, когда люди не ищут славы и похвалы. Посвящение общему делу, а не поиск собственных интересов, вот залог становления великих лидеров. Это люди, которые стремятся получить не похвалу человеческую, но достичь результатов, а человек верующий прежде всего настроен на то, чтобы в глазах Божьих получить одобрение. Когда христианин не следует вот такому установлению божественного промысла и на первый план выходит самовыдвижение, самохвальство и показная жертвенность, вот тогда успех лидерства не сходит на нет. Но чем больше лидер преследует не свои интересы, но интересы другого, и готов терпеть, милосердствовать, прощать, уступать, оставаться обиженным, то Господь Бог возвышает, и люди это воспринимают и с одобрением, и потом, в конечном итоге, человек получается более достойным и уважаемым. Пятое. Лидерство обеспечивает единство и гармонию. Ну вот, посмотрите. Единство и совместимость являются ключевыми для того, чтобы совместно можно было бы что-то достичь. Группа людей, достигшая единства, становится командой. Об этом мы говорили. Лидерство – это не сольное исполнение, а командная игра, оркестровое исполнение. И без единодушия, без согласованного взаимодействия невозможно достичь какой-то благозвучной гармонии. Ну вот, без единства люди остаются просто группой людей. Как в той басне. Рыба, рак и щука. Настоящие лидеры вдохновляют последователей на совместное свершение. Ихмотта – мы вместе лучше. Чтобы достичь успеха, команда должна действовать под девизом «Когда мы едины, мы непобедимы». А не я, мое и мне. Единство, конечно, не предполагает отсутствия различий. Вот разнообразие касается расы, пола, возраста, религиозной принадлежности, национального происхождения, физических данных, уровня образования, компетентности. Но настоящий лидер не страшится разнообразия. Он рассматривает в разнообразии потенциал для развития команды. Тем не менее, эффективное лидерство обеспечивает единство и гармонию. В лидерстве есть и временное, и вечное. Апостол Павел учит, любовь никогда не перестает. Хотя порочества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Он пишет, мы знаем отчасти, теперь пребывает сие три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Это из 13 главы, первого послания Коринфянам. «Преображение лидера в образ Божий предполагает наличие любви, которая никогда не станет излишней, отжившей и неуместной». Говоря о лидерстве, заметим, что лидерству характерны изменения и преобразования. Оно переменное временно и вечно. Начнем с определения, что является временным в лидерстве. Во-первых, эффективное лидерство результативно, оно достигает цели. Иногда команды создаются, они достигли цели, затем они распадаются. Деятельность лидера, как и жизненный цикл, предполагает начало. Во-вторых, деятельность лидера, как и жизненный цикл. В лидерстве можно просмотреть некую линию, когда происходит преобразование. Когда какие-то модели, подходы, методы уже неэффективны, а означают, что они временны и нужно что-то менять. Когда апостол Павел учит, что пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится, он в принципе учит о том, что в лидерстве церковном, в общинном, в Каринской церкви нужно было бы воспринимать, что многие вещи, чем мы оперируем, являются достаточно временными. И нужно уповать прежде всего на то, что вечно. И вот такая перспектива открывается в том, что компетенции, какие-то навыки, умения, люди, таланты наши, деятельность, которую мы осуществляем, все это когда-то заканчивается. Но ценность любви и поведение, которое отражает любовь, имеет свое продолжение. Любовь никогда не перестает. Вот теперь можно поговорить о вечном в лидерстве. Отец современного менеджмента, Питер Друкер, еще при своей жизни написал такие слова. «Я всегда задаю себе вопрос, за что я хотел бы остаться в памяти других людей?» И вот как свидетельствовал о себе Друкер, этот вопрос побуждал его к личному обновлению, стимулировал помыслить о себе, как о человеке, которым необходимо стать. Друкер считал такую самоцентричность не просто допустимой, но крайне полезной. Ну, если, конечно, лидер найдет правильный ответ на этот вопрос. Вот верно сказано, что люди помнят нас, лидеров, не за то, что мы делаем для себя. Люди помнят нас не за то, что мы делаем для себя. Лидеры они будут помнить за его деятельность. В доброй памяти людей остается в основном то доброе, что лидер сделал конкретно, что лидер сделал для конкретных людей, с которыми он соприкасался. И вот эффективное лидерство выбирает в качестве повседневной задачи строить отношения с людьми не для того, чтобы достичь цели, но для того, чтобы заботиться о людях и вместе с ними достигать цели. Для того, чтобы направить свои усилия на служение людям, необходимо мужество. Именно мужество требуется, чтобы оставаться человеком смиренным, доброжелательным в отношениях с людьми. А оставить наследие и добрую память своей жизни означает изменить мир к лучшему, но это означает каждодневное эффективное лидерство, направленное на то, чтобы творить добро по отношению к другим. Один из наиболее влиятельных мыслителей лидерства, американец Макс Депри, лаконично выразился о сущности лидерства таким образом. Его слова стали живой цитатой. Первая ответственность лидера определить реальность. Последнее сказать спасибо. Во всем остальном лидер слуга. Первая ответственность лидера определить реальность, где я нахожусь. Это помогает, чтобы знать, куда двигаться, что изменить. Это очень важно. Понимать реальность. Последняя ответственность быть благодарным людям, всем, Богу, а во всем остальном служить людям. Но вот вы знаете, только искренная любовь к людям может произвести настоящее служение. Но любовь к людям это является следствием нашего осознания, разумения, постижения любви к Богу. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Если мы говорим о любви как о вечной характеристике в лидерстве, вечной ценности, вот что рекомендует Макс Депри для создания некого наследия, прожить жизнь так не чтобы наследить, но оставить добрую память. Что необходимо? Во-первых, создавать и поддерживать добрые отношения с людьми на основе бескорыстия, на основе любви и служения людям. Во-вторых, нужно знать свое предначертание в жизни, предназначение. И, конечно же, человек верующий не спрашивает у Господа Бога «Для чего я в этом мире?» В-третьих, лидеру необходимо быть принципиальным в проявлении и защите нравственных принципов. Особенность порядочность, честность, справедливость. В-третьих, лидеру необходимо добровольно стать подотчетным другим. Добровольно. Потому что, когда кто-то требует подотчета, всегда сложно. Добровольно стать подотчетным другим. Пятое. принять и придерживаться определенных высоких стандартов, манеры поведения, хороший вкус, профессиональные достижения, мастерство во всем, совершенство. Шестое. Постоянно искать пути и способы для ободрения и поддержки окружающих, особенности молодых людей. седьмое. Принять и придерживаться ограничений и простоты в работе и жизни, чтобы не впасть в искушение сладострасти и обогащения. Восьмое. Стараться ежедневно и во всем актуализировать в своей жизни христианскую веру. сделать ее реальной, практической. Девятое. Развивать других людей до полного их потенциала. И последнее. Благодарить коллег и сотрудников. Руководствуясь такими рекомендациями, можно надеяться, что деятельность лидера, руководителя в общине, в коммерческой, некоммерческой организации будет созидательна. И тогда можно надеяться, что о человеке будет добрая память. Если обобщать и говорить о том, что является сутью христианского лидерства, что является задачей христианского лидерства, можно было бы сказать так, что задача христианского лидерства это превратить свою жизнь в незримое послушание Богу и видеть в ней и в себе самом лишь орудия божественного промысла. Лидер христианин это тот, который преобразовал личную волю и всю свою личность до возможно полного образа богочеловека, который пришел в этот мир творить не свою волю, но волю пославшего его. Один из христианских писателей в своей книге излагая основы христианской веры пишет о призвании человека цитирую призвание человека знать Бога любить Его и служить Ему служить Ему Богу значит служить самому себе и служить ближним поступая так человек придерживается порядка вещей и в нем развивается он живет согласно своей природе он свободно развивает свою личность и обеспечивает себе вечное блаженство на мой взгляд для христианина руководителя очень важно обрести чувство удовлетворения и счастья в том что Господь Бог даровал спасение прощение и свою благодать и преисполниться этим и быть тем кто может божественную благодать доброту великодушие оказывает окружающим людям еще один тезис который можно было бы сформулировать на основе понимания 13 главы первого послания коринфянам либо он указывает на себя как источник учения либо говорит о себе как о примере образа поведения которое он желает увидеть в жизни верующих коринфа но вот толкование пассажей в которых апостол Павел говорит от первого лица помогает нам распознать замысел во первых апостол Павел знал себя и его понимание себя было не абстрактное само углубление но познание себя через призму Христа давайте мы вспомним его слова послания к филиппийцам он пишет хотя я могу надеяться и на плоть если кто другой думает надеяться на плоть то более я но что для меня было преимуществом то ради Христа я почел считаю да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобреть Христа и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона не с той которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуя смерти его достигнуть воскресения мертвых из текста только что прочитано видно что по благодати Божией апостол Павел смог прийти к верному самопознанию во Христе он стремился духовно крепнуть во Христе это дало ему возможность освободиться от ненужного того что мешало ну например полагаться на образованность происхождение свой статус положение только мешало ему быть эффективным лидером апостолом получить от Бога и с помощью Бога видение и миссию и знания навыки и опыт может лишь только тот человек который обращается к Богу и хочет разобраться в себе глазами Бога и это сделал апостол Павел ну и в третьих он учился быть последовательным посвященным выполнение задач призвания ради которых он и существовал лидерство апостола Павла началось в день его обращения словами что повелишь мне делать его эффективность секрет его эффективности заключался в лидерство заключался в эффективности апостола Павла как последователя раба Христова можно также на основании первого послания Коринфянам 13 говорить о пределах и ограничениях в лидерстве вот апостол Павел в диалоге с верующими в Коринфе не скрывает своих ограничений говорит теперь я знаю отчасти апостол Павел не стремился показать свою абсолютность непогрешимость все знания он прекрасно осознавал свои ограничения и вот в деле христианской миссии он оценил свой вклад весьма скромно как служение одного из многих апостол Павел исходил из того что во взаимоотношениях со своими последователями вполне допустимо не скрывать свои ограничения или даже недостатки если мы задумываемся с вами об эффективном лидерстве то совет апостола Павла таков никто не обольщай сам себя это предостерегает против заведомо ложных установок я гениален я все могу ответы на все вопросы только лишь у меня я безупречен наоборот искренное признание свойственных человеку недостатков ограничений показывает настоящее лицо лидера укрепляет к нему уважение и доверие конечно признавать свои недостатки нужно здраво зная кому мы доверяем как и для чего и здесь конечно нужна особая мудрость пониманию уместности и возможных рисков лидерство и личный пример взаимосвязаны вот в 13 главе первого послания Коринфина мы читаем такие слова апостола Павла если я говорю языками человеческими ангельскими любви не имею если я обладаю даром пророчества он очень часто говорит о себе но он говорит как бы пропуская всю эту ситуацию через себя и берет ответственность за то что в своей жизни он был тем примером который достоин подражания личный пример нравственности порядочности дисциплины трудолюбия посвященности приверженности миссии заинтересованности в развитии последователей это не то что мы должны требовать от кого-либо это то что руководители лидеры должны в первую очередь демонстрировать в своей повседневной жизни когда мы с вами берем библейский текст первое послание коринфянам 13 глава любой другой библейский текст мы должны подходить к нашему разумению священного писания как предприятию в котором мы готовы выслушать от господа бога добрый положительный совет для повышения эффективности нашего деятельности и служения чтобы это не касалось вопросов жизни в семье личной жизни профессиональной деятельности священное писания умудряет наставляет обличает и исправляет на мой взгляд чтение священного писания должно быть неотъемлемой частью каждодневной жизни эффективного руководителя потому что господь бог приоткрывает мудрость на многие вопросы через свое священное писание господь бог утешает вдохновляет открывает перспективы помогает нам увидеть этот путь и научает нас каким образом мы можем убеждать других следовать этим путем я искренне благодарен богу за то наставление которое он оставил для всех нас лично для меня в 13 главе первопослания коринфянам я очень прекрасно осознаю что говорить о любви можно и нужно но кто за нас жить будет и означает что лучше нам принимать данные рекомендации к себе и стараться в своей жизни их реализовывать потому что очень часто разумение библейских текстов происходит через живое письмо которым является жизнь христианская 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 rà